На Артик ТВ, Время новостей, в студии Максим Галямина. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Пример для многих. Пролиты швы, трещины, которые могли и возникли. За зимнюю эксплуатацию. О гарантийном обслуживании мурманских дорог. За участие в параде. Потому что они патриоты. В Мурманске наградили юнормейцев. Лидирует пять углов. Сегодня узнаем мнение мурманчан, стоит ли ее видоизменять. Какой жители города видят главную площадь областного центра. Возможные виды помощи Приморскому району Запорожской области обсудили на встрече глава региона Дей Чибис и его заместитель Вадимир Евменьков, который недавно вернулся с этой территории. Район, которому взялась помочь Мурманская область, включает 31 населенный пункт с центром в городе Приморске. Всего там проживает около 25 тысяч человек. Наши северяне уже участвуют в выстраивании на этой территории новой жизни. Работа ведется по самым разным направлениям. Это и медицина, и образование, и культура, и, конечно, ЖКХ. Первоочередная задача налаживания водоснабжения. Все актуальные вопросы затронуты во время текущего обсуждения. Напомним, после проведения референдума в четырех новых регионах России многие субъекты взяли под опеку эти территории. Так, например, Мурманская область недавно подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского района. Наша священная обязанность поддержать жителей Приморского района. С учетом того опыта, который есть в Мурманск области, по всем экономикам, которые перечислены, действительно, и по-другому, которые точно будут востребованы. Бусловно, всю необходимую поддержку, помощь мы окажем. Из хорошего можно отметить, что вся территория Приморского района не пострадала в ходе боевых действий. То есть там нет массовых разрушений. И поэтому можно на это предложение сосредоточить усилия на налаживании жизни и быта жителей Приморского района. В Мурманской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Оно продлится до 26 мая и направлено на стабилизацию дорожной обстановки, уменьшение числа ДТП с детьми. Отпускной сезон для детей – время долгих прогулок. Сейчас самое главное, чтобы родители напомнили им про то, что жизненно необходимо соблюдать правила дорожного движения. Переходить дорогу можно только на зеленый сигнал светофора. Необходимо быть внимательными при езде на роликах, самокатах, велосипедах и прочих средствах передвижения. Также взрослым важно помнить, что перевозить своих малышей в автомобилях необходимо только в детских креслах. Число таких ДТП на территории России зарегистрировано 32. Один ребенок погиб, и 35 получили ранения в различной степени тяжести. В большинстве случаев здесь вина именно у нас происходит водителей, которые не выполняли требования к перевозке детей безопасно и не представили преимущества движению на пешеходных переходах. Хорошая новость для всех любителей активного отдыха. В Мурманске стартует сезон проката велосипедов. Двухколесные средства передвижения уже можно заметить в центре города. В столице Заполярья после осенне-зимнего сезона устанавливают станции велопроката. Популярность такого вида досуга увеличивается с каждым годом. Например, в прошлом году насчитывалось более 10 тысяч поездок в сезон. В этом году будет работать 10 станций аренды и доступно порядка 100 велосипедов. В Мурманске в Доме детского творчества имени Бредова состоялась торжественная церемония награждения юноармейцев. Участникам вручили медали Министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде 9 мая. Анна Шинкаренко подробнее. Несколько месяцев упорных тренировок на базе школ, затем на плацу в военной части так юноши и девушки учились маршировать. Чтобы делать это синхронно и участвовать в параде победы в Мурманске, юноармейцам нужно было довести каждое движение отряда до автоматизма. Для ребят это была большая честь и гордость вместе с военнослужащими участвовать в параде. Они не раздумывая отвечают, почему вступили в ряды юноармии. Потому что они патриоты, хотят служить России, защищать Родину. 54 юноармейца из 10 общеобразовательных учреждений города Мурманска и 7 педагогов, которые принимали участие в подготовке ребят, были награждены медалями Министерства обороны за участие в военном параде в День Победы. В награждении принял участие глава администрации города Юрий Сердечкин. Я вами бесконечно горжусь, ведь пройти на параде Победы – это великая честь. Потому что вы, причем, в едином строю, шли вместе с нашими героическими 80-й, 61-й, 200-й бригадой. Ребят, которые сегодня в зоне специальной военной операции. Помимо нашего отряда, который проходил в городе Мурманске, также проходил у нас отряд в Североморске. Где-то тоже был сборный отряд из мурманчан. Приехали архангельцы и североморцы. У нас такой был тоже сборный отряд. Поэтому юноармия достойно у нас выступает везде. Также Сергей Тян отметил, что в конце мая запланирован региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая состоится в парке «Патриот» Северного флота. Анна Шинкаренко, Максим Петровичев, Арктик ТВ. Если не пролить шов, то завтра на этом месте будет яма. В Мурманске проверили гарантийное обслуживание дорог подрядчиками, которые ремонтировали участки магистрали по проекту «Безопасные качественные дороги». О том, как это было, расскажет Андрей Бутрин. Представители Минтранса и администрации города провели проверку качества дорог на четырех объектах дорожного движения. Эти участки ремонтировали в рамках федерального проекта в прошлые годы. Особое внимание комиссии уделяет соблюдению подрядчиками гарантийных обязательств. Трещины ямы, которые возникают на покрытии из-за перепадов температур, хотят устранять далеко не все компании. Сейчас очевидно разрушение асфальтобетонного покрытия, очевидно расхождение шва, разрушение в месте примыкания. К сожалению, не устраняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Поэтому учреждениям все зафиксировано, направлены требования. Ремонт дороги на Нагорном проезде выполнялся в 2019 году. В рамках четырехлетнего срока гарантии компании не были выполнены работы по устранению дефектов. По данному факту дело уже направили в суд, а саму организацию занесли в реестр недобросовестных подрядчиков. На участках по улицам Зои Космодемьянска и Ломоносова ситуация противоположная. Организацию, выполнившую заказ, можно ставить другим в пример. Объем большой работ выполнен. Отремонтированы были тротуары, проезжая часть, объекты смежные, пролитые швы, трещины, которые могли и возникли за зимнюю эксплуатацию. В целом, объект в хорошем состоянии. В этом году ремонтов на дорогах будет много. Водителям стоит быть предельно внимательными, так как асфальт уже срезали на участке Кольского проспекта и на Планерной. Ведутся работы и по ямочному ремонту. Делаем город комфортнее. До 31 мая на платформе 51 городсреда.ру Каждый желающий возраст от 14 лет может отдать свой голос за общественную территорию или дизайн-проект по благоустройству. В Мормонске речь идет о 10 проектах. Какой из них занимает лидирующие позиции, расскажет Анна Шинкаренко. Продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства города. Одну из лидирующих позиций занимает площадь 5 углов. Сегодня узнаем мнение мурманчан, стоит ли ее видоизменять. Чтобы зелени было больше. Деревьев каких-то в виде парка. Допустим, нам не хватает архитектуры, на мой взгляд. Зелени. Зелени, памятников не хватает. Может быть, фонтанов таких больших. Это было бы реально хорошо. Вот тут вот, не знаю, не хватает каких-то цветочков, зеленушки какой-то. Хотя бы вот, чтобы красивенько было. Ну, плиточку, да, чтобы по песку, потому что это все летит на людей. Хотелось бы, чтобы она была более зеленой. Ну, наверное, еще и у нас не созрели ни цветочки, ничего. Но хотелось бы, чтобы это было для души. Выходишь и вот прямо улыбаешься на такую красоту. Вот этого хотелось бы. Мне кажется, фасад здания вот этого надо как-нибудь подукрасить. И, в принципе, вокруг, потому что выглядит все как-то несвежо. Прекрасно все. Ничего не надо менять. Все прекрасно. И люди прекрасны. И вы тоже красивые очень. По сути, здесь нет ничего вообще. То есть, ну, наверное, нужна какая-то площадка там для тех же деток. Ну, в принципе, для взрослых что-то интересное. Фотозона. Вот мне нравится зимой, когда ставят вот эти фигурки светящиеся. Очень классно. Если бы здесь было так же, как зимой, допустим, что-то было. Зимой же здесь всякие фигурки, вот это все. А так? Неинтересно. Ну, вот чтобы для детей, я не знаю, как здесь обустраивают, не в курсе. Я бы, например, что-то как вот на Новый год ставят пейзай, вот эти вот все штучки. Я бы так и сделала летом только. Пусть остается так, как оно есть. Как мы привыкли. Наша любимая пять углов. Нет, я бы ничего не стала сменять. Она очень прекрасная, пять углов. И на ней очень много всегда собирали и людей, и детей. Есть где отдохнуть, и есть где заниматься, вот пока потопаться детям. Я считаю, что не стоит такое изменение делать. Хотелось бы, конечно, побольше, наверное, скамеечек, растительности, каких-нибудь кустиков. Не знаю, может быть, площадок для детей. В плане, вот, как там были для скейтов, вот, парк, какие-нибудь дорожки для мамочек. Здорово было бы. А вы участвовали сами в голосовании? Еще не участвовала. Но было, предлагали, да. Еще времени не было, так что я обязательно поучаствую. А какие ваши приоритетные объекты, вот, по городу, это номер один, какой все-таки объект? Пять углов. Лидирующие позиции занимают площадь Пять углов. Да. А нужно ли, ваше мнение, видоизменять площадь? Конечно. Что не хватает? Не хватает того, что вот это вот покрытие, вот это покрытие, оно неудобно людям. Особенно в возрасте людям. Очень тяжело ходить. Вот я, например, на лид по зрению, я обхожу ее, потому что я боюсь где-то споткнуться. Чего-то не хватает, скучно, грустно, да. Город Северный надо оживить. Мне нравится Пять углов, ну, если побольше места было. Может быть, как-то, ну, тут, конечно, дорога, здесь не соединишь вот таким, может быть, этим мостом, который через площадь, может быть, таким перекидным мостом. Но вообще, конечно, мало мест у нас, куда можно было пойти и просто прогуляться. Немножко изменить можно, но и в то же время оставить где-то и то, что мы привыкли. Больше 20 лет звучанием города воинской славы Полярного руководит Сергей Грицаем. Без сопровождения военного оркестра гарнизона не обходится ни одно торжественное событие к значимым в стране датам. Музыканты дают и особенные концерты, в числе которых, например, парады под окнами ветеранов. Чтобы тромбон зазвучал, нужно накачивать воздух через чашевидный мундштук. Кулиса, способная изменить количество воздуха, отличает инструмент от других духовых. Удивительно, но такую технику игры за несколько месяцев успешно освоил музыкант военного оркестра Михаил Ефремов. На самом деле военнослужащему пришлось переквалифицироваться с баяниста. Именно по этой специальности он окончил музыкальное учреждение. Достаточно серьезно, но музыкально-теоретическая подготовка, которая у меня была. Я закончил Пермский музыкальный колледж. Она с лихвой позволила достаточно быстро адаптироваться к инструменту, понять его специфику, как правильно дуть. Тем более у нас в оркестре служат профессионалы своего дела, которые всегда идут навстречу, всегда помогают. А прямо сейчас Михаил, вдохновленный примером руководителя, готовится к поступлению на факультет дирижеров, который больше 25 лет назад, к слову, окончил главный дирижер полярного Сергей Грицай. Военный оркестр – это, как правило, медные духовые инструменты. На данный момент у меня трубы волторные, туба, тромбон. Это основные инструменты для военного оркестра. Баянист в прошлом и Иван Ульянов, однако на Северном флоте он уже несколько лет играет на трубе. Полярный стал четвертым гарнизоном, в котором музыканту посчастливилось служить. А началась история военного трубача со срочной службы в армии и первого военного оркестра. И баян – инструмент очень красивый, очень хороший. И труба – каждый инструмент. Каждый инструмент по-своему хорош. Я не хочу и не могу выделить какой-то именно… Но я не думал, что я хочу пойти именно в военный оркестр, для этого мне нужно освоить какой-то инструмент. Нет, просто так по воле судьбы, наверное, так уж вышло, так сложилось, что пришлось мне поступать в школу, я окончил по баяну, а в училище пришлось поступать на трубу. Сегодня все музыканты Полярнинского военного оркестра – это военнослужащие по контракту. Условия достойные, профессия, подчеркивают специалисты, престижная. Чтобы попасть в военный оркестр, нужно обладать одним из инструментов духового оркестра и с музыкальным образованием. Ни одно значимое событие города не обходится без музыкального сопровождения военного оркестра. Это митинги на площадях Полярного, шествия военнослужащих и, например, парады под окнами самых важных людей – ветеранов. В репертуаре не только классика, марши и гимны, но и музыка до и после военных лет, современные композиции, джазовые мотивы, аранжировка оркестровых направлений. В Мурманске состоялась церемония чествования спортсменов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. Более ста человек получили награды за развитие спорта в регионе. Екатерина Дементьева подробнее. Иван Мазяркин – председатель областной федерации универсального боя и почетный тренер. Долгие годы он вкладывает время и душу в своих учеников и воспитывает настоящих чемпионов. На церемонии отличившихся спортсменов региона 12 воспитанников его школы получили благодарственные призы и ценные подарки. Секрет лишь только один. Если ты полностью всей душой своей отдаешься, своей работе, любой, не важно, какая там тренерская сфера, не тренерская, у тебя там будет результат. Вопрос просто, вот у меня за этот год было 12 выходных, за весь год полноценный, потому что я все свое свободное время провожу со своими ребятами. Ну и, соответственно, нужно не только физиологическая какая-то, да, там, физическая подготовка, но в том числе и психологическая, морально настраивать их, постоянно подбадривать, быть рядом. У них же очень много так соблазнов отступить от намеченной цели. Ну и вот наша работа как тренера не только прийти в зал, дать свисток, отвести тренировку, уйти, но и полностью вот с ними находиться. Варвара Гусак, ученица Ивана Евгеньевича. Хрупкая маленькая девочка на вид, но воин внутри. Всего за два года занятий универсальным боем она достигла высоких результатов в спортивной карьере и не намерена отступать. Решила заняться, потому что меня очень часто обижали и мне это надоело. И захотелось самообороне, чтобы не каждый смог меня обижать. И занимаюсь я уже второй год и меня очень радуют результаты. Я двукратная призерша всероссийских соревнований и многих других областных. Всего в торжественной церемонии награждения спортсменов, завоевавших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, приняли участие более ста человек. Каждый из них внес весомый вклад в развитие своей сферы в регионе. Это люди, которые стимулируют наше население заниматься, вести активный образ жизни, физкультурой, спортом заниматься. И сегодня можно сказать по праву, так как у нас почти половина населения ведут активный спортивный образ жизни, то можно говорить, что каждый второй житель нашего региона занимается физической культурой и спортом. И наши спортсмены, все их достижения, они как раз и стимулируют к этому. Упорные тренировки без выходных и всевозможные ограничения ради одной цели – стать лучшим из лучших. У многих спортсменов есть работа и семейная жизнь, но на занятия все равно находится время. Занимаемся я шесть раз в неделю. Это физическая подготовка и также техническая. У меня двое детей, муж, семья полноценная. Дети также занимаются универсальным боем, поэтому я провожу время больше в зале. Я еще являюсь тренером по универсальному бою, поэтому я сначала тренируюсь днем, потом тренирую детей, потом уже занимаюсь со своими детьми. И весь досуг, в принципе, у нас – это спорт. Все спортсмены и тренеры, участники встречи получили благодарственные письма и памятные подарки. В экспоцентр на Кольском, 51, снова привезли камчатскую рыбу и икру, которая будет заряжать мурманчан витаминами. Вплоть до воскресенья любители полакомиться дальневосточными деликатесами смогут прикупить себе вкусные и полезные угощения. В рамках ярмарки «Мурманская мозаика» в экспоцентре открыли выставку «Икра и рыба камчатская», которая снова порадует северян свежими деликатесами. Самым большим спросом пользуется рыба чавыча. Мы рыбу купили чавычу соленую, чавычу копченую и еще какую-то рыбку купили. А вообще часто здесь? Да, каждый раз, когда они приезжают. Нравится? Да. Икру не пробовали? Брали. 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 Тоже хорошо. Спасибо. Постоянно берем лед. Очень вкусно. Чавычи. Холодного копчения. Очень вкусные. А вы уже каждый раз пробовали? Да, каждый раз. Каждый раз? И очень вкусные. Вот это единственный из всех рыб я выбрала. Но выбор на самом деле здесь огромен. Представлено более 35 видов рыб разных пород. Тунец, белорыбица, палтус, нерка, белуга и нежная икра – лишь некоторые из них. Способ копчения камчатской рыбы особый. Он позволяет сохранить не только натуральный вкус, а еще и сберечь все полезные вещества, коих, к слову, немало. Это и омега-3, и витамин D, белок, жирные кислоты, фолиевая кислота и многие другие полезные компоненты. Тунец я беру, мне очень нравится. Часто здесь покупаете? Да, часто. Чавичевый. Да, да, да. Очень вкусная рыбка. Так что надо брать, очень вкусная. Чавичевый, как всегда. Слабосоленый. А как часто покупаете здесь? Ну, как приезжают. Ну, все постоянно. Да, да. Уже лет пять они ездят. Посетить выставку «Икра и рыба Камчатская» и приобрести дальневосточные угощения можно в Мурманском экспоцентре с 17 по 21 мая включительно. Мурманская мозаика. Легкий трикотаж, детскую одежду, легкую верхнюю одежду, ветровки. Для летнего сезона также можно подобрать легкие аксессуары, платки, очки, сумки. Себя можно побаловать вкусными продуктами. Это сладости, рыба, колбасные изделия, сыродавленные свежие масла. Да, и дачный сезон уже вовсю стартовал, и северяне рады закупиться необходимыми для участников саженцами. Например, полярная опытная станция «Посвир» из города Апатиты привезла на ярмарку адаптированные для нашего климата растения. Для дачного сезона у нас участники привезли саженцы, рассаду, садовый инструмент. На ярмарке есть те, кто приезжают сюда не первый год, и мурманчан наших очень любят. А есть и новички. Одна из них – Ефремова Светлана, производитель сыродавленных масел из колы «Наша землячка». В своем деле недавно, но благодаря увлеченности делает большие успехи. Цель моя – донести людям, какой полезный продукт сыродавленное масло. Например, если взять масло грецкого ореха, мы не можем съесть столько орешков, если выпьем одну столовую ложку масла. Это обогатит наш организм, очистит наши сосуды и очень хорошо для головного мозга. То есть вот это масло должно быть у всех на столе, где есть пенсионеры в семье, либо дети. Ярмарка работает до 21 мая включительно с 11 утра в павильоне «Мурман-экспо» на проспекте Кольском, 51. И на этом у нас все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.rf и в официальной группе телеканалов в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я уже с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. В четверг, 18 мая ночью температура по области составит от плюс 2 до плюс 10. Днем в Мурманске и Североморске плюс 3. Ветер северный до 7 метров в секунду. Дождь со снегом. В Николе и Мочегорске плюс 3. В Апатитах плюс 10. В Кавдоре 3 градуса выше нуля. В Кандалакше и Полярных Зорях 10 градусов со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова